Мы долго шли к этому, все-таки 9 лет потрачена работа. Я думаю, он делает свою работу правильно. Я правильно понимаю, все упирается в финансирование? После Шавката, после Сергея Морозова, Жалгаса, Жумагула обратят все-таки внимание, что у нас ММА на высоком уровне. Сегодня он выступил, в UFC отбился, приехал, через несколько дней он уже идет на работу и работает. И давайте за финальным тогда, по поводу Шавката, что я хотел узнать, как думаете, все-таки потенциал для чемпионства в UFC, там, самой главной организации мира у него есть? В 2022 году прошло огромное количество интересных и ярких турниров. Но, надеюсь, для вас, как и для меня, боев всегда будет мало. Поэтому перелистываем страницу календаря и ждем от 2023 новых нокаутов, болевых, удушающих и, конечно же, спорных решений. А наши надежные партнеры из Alimbet сделают просмотр турниров гораздо интереснее. Линии на UFC, Bellator, ACA, Hardcore и другие виды спорта ищите в закрепленном комментарии под этим видео. И не забывайте об акциях и бонусах для новых пользователей. Alimbet. Для тех, кому всегда мало. Баян, приветствую. Хотелось поговорить немножко про вашего ученика, Шавката Рахманова. У него совсем скоро будет бой с Джеффом Нилом, бой с парнем, который входит в топ-10. И вот этот бой, он Шавкату сейчас даст возможность прям очень громко уже о себе заявить, хотя и так о нем, в принципе, много говорят. Можете рассказать пару слов, что думаете о бою? Добрый вечер. Честно говоря, мне трудно сейчас давать какую-то оценку, потому что я больше сконцентрировался сейчас на любителя. Я работаю с национальной сборной, главный тренер, и поэтому ограниченного времени. Даже я с ним не виделся уже, наверное, более полугода. И не было возможности не связаться, и как-то не поинтересоваться. Ну, соперник серьезный. Я думаю, команда все сделала правильно, наверное, в подготовке. Хотелось бы теперь только, чтобы он как можно быстрее это финишировал, прошел. Потому что мы долго шли к этому, все-таки 9 лет потрачено на работу. Я думаю, он сделает свою работу правильно. Я не знаю, просто помните вы или нет, как-то у вас брал интервью с Шавкатом как раз на турнире М1. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, да. Да, да. Отличный бой, очень драматичный. Поздравляю тренера. Первое, что хочу спросить, спросить хочу по бою. Если не закончился, я был до конца, дрался третий раунд, сколько мог. Я до конца, это моя работа, не могу сдаваться. Просто так вот мой тренер стоит. Благодаря ему мы каждый день тренируемся. Он иногда чуть-чуть ругает, но мы друг друга понимаем хорошо. Сегодня ругать не будет, мне кажется. Сегодня не будет. Мне кажется, не будет. Надеюсь. Вопросы к тренеру тоже. Почему в Казахстане такое большое развитие ММА? Ну, прежде всего, мы, казахи, уже генетически прирожденные воины. Поэтому у многих такой вопрос, почему казахи так стремительно во всех единоборствах проявляют себя. Поэтому это надо заглядывать в историю. У нас хорошая школа бокса, хорошие боксеры у нас, у нас хорошие борцы, хорошие тренера. Вот именно с хорошими знаниями, с хорошей методикой образованной. Поэтому все, что новое появляется в мире, мы в единоборствах, мы стараемся за это цепляться. Как так получилось? Я помню, что, ну, мне тогда показалось, что, знаете, он вам чуть ли не как сын, что ли, но такой какой-то главный ученик. А сейчас вы говорите, что вот полгода уже не следите. Не, ну так есть. Просто, видите, мы вместе в клуб пришли сюда. Был период, я год работал в клубе по договору. Потом мой договор истек. Было предложение, чтобы я остался в клубе, но ушел с национальной сборной. На тот момент я не готов был оставить сборную, да и сейчас тоже, потому что я все-таки отдал этой работе более уже 10 лет. Вот. И не готов был оставить, уйти. Тем более много важных таких стартов было у национальной сборной, и было бы неправильно. Поэтому я переключился опять на национальную сборную, вот, чтобы не отвлекаться. Ну, а Шавкат остался в команде. Команда хорошая, сильная, хорошо вкладывает, много спарринг-партнеров. Допустим, если бы я находился постоянно с ним, у меня в данный момент такой базы нет. Вот. Есть только то, что предоставляет государство, где мы проводим лагеря, сборы. Вот. Но это уже не его уровень, ему нужно расти дальше. Соответственно, здесь в клубе создали очень хорошие условия. Вот. Все, что необходимо для подготовки, он имеет. И поэтому я спокоен. Ребята, я с ними год проработал, имеют большие знания, поэтому нет разницы, кто его дальше ведет. Вот. Ну, а контактировать, зачем отвлекать лишний раз? Мне его, вот, если он считает нужным, он мне пишет или звонит, там, где-то интересуется. Вот. Ну, честно говоря, я сконстрирован больше на национальной сборной сейчас. А по сути, Шавкат тоже такой выходец из любительского ММА. Он тоже по Союзу выступал достаточно, ну, много. Сейчас вы тоже видите каких-то вот таких прям проспектов, которые могут стать суперзвездами, так же, как Шавкат? Ну, говорить, как бы, о суперзвезде еще рано, как Шавкат. Он просто обычный боец, который с каждым разом улучшает себя. На сегодняшний день, да, я вижу несколько бойцов. Это тоже Асуа Мабаев, который может, если подпишет контракт, вот, заявить о себе и в этой лиге UFC. Вот, так же Алиби, которого мы сейчас видели здесь, находился. Это все ребята, которые прошли через любительскую площадку. Они все были у меня в эти годы, каждый в различные годы в национальной сборной, представляли ее первыми номерами, были чемпионами, призерами Азии, мировых тоже стартов. Поэтому каждый из них прошел большую школу, имеет. И вот, можно еще перечислить несколько бойцов, которые заслуживают этого. Но, видать, какая-то проблема в подписании контрактов не так часто, не так много с казахстанской стороной, я думаю, интересуется. Ну, может быть, вот, после Шавката, после Сергея Морозова, Жалгаса, Жумагула обратят все-таки внимание, что у нас ММА на высоком уровне. Тем более, что на любительской площадке команда Казахстана, она уже на протяжении 10 лет является, то есть, в числе лидеров в тройке, твердо утверждается она, вот, в мире, в любительской ММА, в Азии, бесспорные мы лидеры. Это уже о чем-то говорит. Я думаю, вот эти первые наши пионеры, которые потянут дальше плеяду с Казахстана, и я думаю, ближайшие, может быть, год-два, мы увидим много бойцов, представителей именно из Казахстана, которые будут в UFC представлять нашу страну. А что вообще думаете о прогрессе вот за эти 10 лет? В принципе, действительно, мы сейчас о многих уже бойцах из Казахстана стали узнавать, и три бойца сейчас в UFC, которые именно в Казахстане живут и там выступают, и много бойцов в СНГ, чемпионы лиг, там, Дуурен, Ермеков, ну, и много тоже других ребят. Что вы думаете о прогрессе за эти 10 лет, насколько сейчас все хорошо стало с ММА в Казахстане, ну, или не стало, не знаю, как вы считаете? Нет, прогресс далеко шагнул, сейчас посмотрите, у нас много в регионах открывается залов, причем профессиональных залов ММА, раньше мы об этом еще даже 5 лет не могли мечтать, но сейчас, приезжая в какой-то регион, мы видим, не один зал уже оборудован чисто под именно занятия ММА, под профессиональный ММА. Это уже большой прогресс, плюс сколько бойцов уже вышло в различных лигах, представляют наши файтеры, именно казахстанские, и причем очень успешно. Поэтому, я думаю, наши бойцы востребованы, а это и говорит о том, что прогресс идет стремительными темпами, подвигается. Я правильно понимаю, все упирается в финансирование все-таки, или просто должно было какое-то время пройти, чтобы там, ну, тренера поняли, что такое там ММА? Нет, финансирование, это, конечно, один из таких основных факторов, я бы сказал, ну, мы, конечно, ждем, чтобы это было еще больше, я думаю, если бы это в регионах где-то оказывалось больше, какой-то поддержки финансовой, то, конечно бы, я думаю, еще быстрее бы, и, мне кажется, много ребят, наших бойцов оказались в сильнейших лигах мира, вот, но, я думаю, и везде в мире так, как бы то ни было. Я, когда слушаю, когда говорят бойцы, что вот, нам не хватает финансирования, вот, но, я, насколько смотрю, на Западе, ребята, они, сегодня он выступил, в UFC отбился, приехал, через несколько дней он уже идет на работу и работает. И только единицы, которых видят перспективу, в них начинают вкладывать, все на контрактах обстоит, человек подписывает контракт, в него вкладывают, он развивается, развивается он, развивается тот клуб, который в него выложил и который вкладывает, вот, с кем он на контракте. Но, думаю, все-таки, финансовая сторона, это основная, основной факт для развития нашего, главное, тренера у нас в регионах очень сильные, тренера хорошие, просто, действительно, уже можно вдохнуть, вдохнуть негде, куда ни шагни уже, там у нас ММА, там тренер, и знающих тренировок очень много. Единственное, финансовая сторона, это страдает. И давайте за финалем тогда, по поводу Шавката, еще тоже хотел узнать, как думаете, все-таки потенциал для чемпионства в UFC, там, самой главной организации мира у него есть? Если бы его не было, мы бы не работали, это наша цель была изначально, когда мы с ним начали работать, наша такая обоюдная цель, поэтому мы шли, и сейчас он так дальше продолжает идти, я вижу, что команда работает правильно, вот, и если вдруг есть необходимость, в том, чтобы какой-то мой совет был, то ребята могут всегда не позвонить, связаться со мной, спросить, узнать, поэтому есть, и он будет, мы, думаю, в ближайшие год-два мы увидим, что будет чемпион наш из Казахстана. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, но мы существуем не только в YouTube формате, настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, постим самые свежие анонсы инсайды из мира MMA, на наш Instagram, где отвечаем на все ваши вопросы, проводим прямые эфиры, записываем эксклюзивы за кулиси с турниров, на наш Twitter для настоящих эстетов единоборств, на наш ВК и даже Яндекс.Зен, мы есть везде. И, конечно, огромный респект тем, кто поддерживает наш канал рублем. Реквизиты указаны в описании под видео, и каждый из донативших может оставить свое сообщение, которое, конечно же, попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране. Субтитры сделал DimaTorzok